Три-два-раз! Погнали наши городские! Всем привет! С вами Таня Генерал. И это канал Субъективно об Америке. Приглашаю вас присоединиться к нашей поездке выходного дня в национальный парк Colorado Bend Park. Этот парк расположен на расстоянии 250 миль от Хьюстона, в довольно-таки гористой части Техаса. Присоединяйтесь, покажу всё, что было, всё, что мне показалось интересным, что мне кажется необычным, что мне кажется в Америке классным. Это была потрясающая поездка. Досмотрите до конца. Мы едем в Colorado Bend State Park. Заявлено расстояние 250 миль. Навигатор говорит, что ехать нам в 3 часа 55 минут. Выезжаем в 3 часа дня. Юля и я, и полная машина до Брища. Посмотрим, как у нас всё получится. Е-е-е! Итак, в 8 вечера мы приехали! Е-е-е! Это был, конечно, адский трындец. Идёт дождь, немножко перестал. Мы тут... Да, Женя мне никогда не даст соврать. Дождь не идёт, но был. Мы приехали. Мы сейчас будем вот на этом самом месте ставить палатку. Темно, но я уже в большом восторге от места. Очень красиво, прохладно. Комары. Ну, в общем, погнали наши городских. Героическая Таня, генерал, в ночи ставит палатку. Всё, это основа палатки. Теперь... Держимся, держимся. Ой, нет, 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 нет. Всё, всё, назад. Открутили обратный просмотр. Это вчера была такая же херня. Почему-то у нас... Подожди, подожди, стой, ничего не делать. Субтитры добавил DimaTorzok Так выглядит наш лагерь в 10 вечера. Все доехали? Там даже луна. У-у-у, дождь кончился. Все упаковались, палатки, матрасы. Ни одного мужчины, за исключением вот этих мелких особей. Восьми и девяти лет. Это будет феминистский лагерь. Лагерь женской силы. Это будет лагерь женской силы, пока мужики должны подъехать. Но пока только женщины. Ты сейчас шутишь. Женя уже сделала костёр. Здесь у нас еда, вода и кислород. В общем, счастье. А поутру они проснулись. Вот так, оказывается, здесь было красиво всю ночь. Мы не знали. Теперь знаем. Субтитры делал DimaTorzok 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 Что за бекончик? Ой, поросенка. Так как мы в Америке, то мы и кемпинцы по-американски. Мы не просто поели хлеба сухомятку, а у нас все вот так фэнси. Потому что мы первый раз на кемпине, а второй раз. Какая-то вот такая вот сложная фигня на колесиках. Приперли же ее. И еще плюс вот такая-то пнев сковородка. И бекон. А пахнет а вредно. Что может быть интереснее, приятнее и полезнее времяпрепровождения на воде чем каякинг? Ей! Мы начистили медали, надели сандалии и готовы отправиться в плавание. Не знаю, как это у нас получится. Виды охрененские. Каяки, я надеюсь, не пропускают воду. И мы такие. Погнали наши городских! Стоимость аренды каяка на полдня стоит 10 долларов на человека. К этому прилагается такой вот бровый красный жилет и два весла. Ну, потому что два человека в каяке. Все. Нам дали вот такие вот ключи. Сказали, идите, найдите ваш каяк и наслаждайтесь. Что мы сейчас и собираемся сделать? И вот это вот то, что я называю абсолютным счастьем по версии меня. Плыть по спокойной реке в окружении вот такого всего невероятно красивого и ни о чем не думать, кроме работы мышц и движения весел и о том, а что за тем поворотом? Хватит уже свои видео снимать. Давай греби. Да, и правда, что держать камеру и гребсти одновременно у меня получается, скажем так, никак. Так. вот так цивилизованные американцы отдыхают на природе. Кемпер, который цепляется к большому траку. Сейчас хозяева уехали, именно поэтому у меня есть возможность тут поснимать. как видите, коверик, туристическая мебель и, конечно же, фигурка собаки, приглашающая проходить и располагаться. Вот там, как вы видите, генератор, еще одно устройство для чего-то еще. В этом кемпере есть, конечно же, туалетик малюсенький, хотя в самом лагере тоже есть туалет. И вот так вот, куда бы вы ни поехали, вы везде дома. Все места для того, чтобы устраиваться со своими палаточными лагерями, называются здесь сайты. Ну, как сторона или площадка. Наш сайт называется Canyon Camp. И так он называется неспроста. Он так называется, потому что у нас здесь есть наш свой собственный, личный, персональный каньон. Все эти бесчисленные дети, в компании которых я тут оказалась, уже сегодня тут все излазили вдоль и поперек. Их мамы наделали себяшек. В чем я, конечно же, их тоже не порицаю. В чем я, конечно же, их не порицаю, потому что очень красиво. Это такая редкость для Техаса. Перепады высот. Я так соскучилась по этому в Хьюстоне. Я люблю мой город. Не поймите меня неправильно. И теперь я люблю его еще больше, потому что всего лишь в четырех часах езды у нас есть наши собственные небольшие горы. и орехи пекан. Здесь растут. Счастье есть, дамы и господа! Я его видела! Я прямо там нахожусь сейчас! И посередине всего это великолепие находится офис, где можно арендовать каяки, заплатить за свое пребывание, купить дрова, позвонить. Как вы понимаете, пять долларов на человека. Пребывание здесь, кроме того, что бронирование каждого сайта стоит от 40 до 75, до 80 долларов, достаточно все доступно с учетом того, что все настолько благоустроено, удобно и круто. Я считаю, что это вообще никакая не проблема. И можно даже заплатить самим. Вот это я обожаю в Америке больше всего. О, у них какой-то концерт будет 30 сентября. Это сегодня! Вау! Как мы удачно зашли! Вот это да! Здорово! Телефончик. Можно куда-нибудь позвонить. Кортеси. Совершенно бесплатно. Угу. Кому-нибудь сейчас позвоню. Ну и еще одна достопримечательность этого парка. Это Спринг. Ручей. Вокруг которого из-за перепадов высот образованы водопады, в которых, собственно говоря, предполагается купаться. На что мы сейчас и посмотрим. Скользко! Таня, ты бы вместо того, чтобы видео снимать, концентрировалась на том, чтобы не хрепнуться. Вот такой у нас тут ландшафт. Вот так мы тут разбираемся. Вот так мы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Люди, поднимаясь вверх и вверх, в каждом из этих бассейнов купаются. Не мы пока что. Продолжение следует... Переправиться на противоположную сторону путем перемещения по естественным опорам. А кое-кто даже не переживает за естественные опоры. Как же наша разномастная компания вся туда прошла, мне интересно. И чем хорошо жить в стране, где говорят на двух языках, на твоем собственном и на стране проживания, на языке проживания, это то, что когда у тебя кончается восклицание на родном языке, ты можешь начать верещать по-английски. Как, например, вот здесь, когда мы вышли, я закричала, ооо, май гуднес, this is freaking awesome! Ну ведь правда же? Вода чистейшая, прохладнейшая. Сейчас мы найдем себе подходящий бассейн и как начнем там купаться. Эй, чувак! Чувак Больше всех, конечно, развлекаются дети Алан, что ты делаешь? Расскажи мне, что ты делаешь Подождал, пока они сгорели И тогда будет супер шашлык Уголь будет держать лучше, будет держать температуру Но вкуснее шашлык именно на травах будет Что тут у нас делает Андрей? Шарим бургеры Конечно, какой американский кемпинг без бургеров Мы же настоящие американцы тут Жить в Америке Главное, что быстро и покушать можно Голод убивает Что делает Таня? Таня в белой когте Что Таня делает? Таня кочегарит мангал? У нас все невероятно серьезно И над костром работает все население лагеря От мала до велика Таня в машине Патрик Помаши ручкой В мешке В каком? В левом Все у нас заботятся о том, чтобы костер работал А что мы будем делать с этим костром, дети? Небольшая палка Сгодится, даже небольшая Небольшая палка Мне очень ничего Детям больше никаких игрушек здесь не надо Они ни планшета не достают, ничего Они все с огнем играют Дети, и вы играете с огнем Нету человек Очень нету Идейный вдохновитель и организатор всего мероприятия Сейчас готовит какое-то свое фирменное очень крутое блюдо Женя, что это будет? Это будет картошка в фольге Печеная на углях в костре Это же классика Что делаем? Отрываем картошки в фольгу Держи, заворачиваем А это Женин ассистент Патрик Патрик Сертифицированный ассистент Подворачиваем картошку в фольгу Они ее заворачивают в фольгу И просто бросают в костер Боже мой, она же сгорит У нас такие угли, мы целый день над этим работали Вот так вот Патрик, как работа идет? Как получается? Вот так Да Просто Патрик профессионал Патрик профессионал Поэтому все получается отлично Наверное у него очень высокая мотивация Возможно и это Так Следующую Да, кидай в костер Прямо вот туда В следующую Да не бойся Оп О, вот эту тему я тоже должна показать Несмотря на то, что мы в далеком и глубоком лесу В национальном парке Дрова Дрова сюда Привозят С собой Или покупают их здесь на месте По правилам парка Дрова в лесу собирать нельзя Это запрещено Их можно только Или привозить покупные Или здесь покупать Почему так? Рейнджера спроси Но что-то про защиту природы Одна вязанка дров стоит в зависимости от места, где вы ее покупаете От 4 до 7 долларов Вы за 4 покупали, да? Ну мы в лампасы спокупали Кто это идет? И кто это идет? Это идут рыбаки Что поймали? А там, аккуратно они кулются Они живые Они колючие Но еще чуть-чуть Да, маленькие такие Детям поиграть Дети будут играть с рыбой? Ира, расскажи, как все было Как ты спасся? Ну ничего, как только все ушли Была тишина Я поймала 3 рыбки Потом пришла сюда На что ловили? На червей Где червей брали? Один Привезла с собой Купила Где покупала? На Волмарке Вон Они прям в земле там продаются Угу Я люблю Аминьку О май гад Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Вы тоже Спасибо Угу Угу Молодцы Молодцы Хехехех У тебя есть футболка? Мы нужны больше огня. Мы нужны больше огня. Вам не надо, потому... Дим, положи эту палку. Там картошка печется, ей не нужна огонь. Она сгорит от этого. Система национальных парков в Америке устроена таким образом, что они все находятся под эгидой государства. Национальные парки, поэтому они так и называются. Въезд в такие парки платный. Бронирование мест тоже платное. Эти деньги идут на благоустройство, на то, чтобы в парке было чисто, комфортно, удобно, красиво. Есть вода, туалет. Возле центрального офиса есть Wi-Fi. Мобильная связь здесь не ловит. Слава Богу, как говорится. Очень популярное место. Забронировано все было еще с мая. На полгода вперед все занято. Самые популярные, самые красивые места заняты еще больше. Вот здесь, как вы видите, тоже можно получить местечко. Но сложность здесь в том, что сюда все нужно носить от машины пешком. И это, конечно же, для американцев big deal. Для нас уже тоже. Мы тоже стали балованы. Разбор и загрузка добрища по машинам всегда отдельный фан. Потому что чаще всего подобные мероприятия случаются на выходные. Значит, приезжаем в пятницу, вечером уже темно и даже дождь, как было в этот раз. А уезжаем, собираемся долго. С самого утра просыпаемся, что-то планируем и начинаем вот так вот вяло и лениво ходить и собираться. Американский кемпинг штука удобная, простая и доступная даже таким безголовым криворуким курицам вроде меня. Все продумано, все приспособлено, все очень круто. На месте здесь вот такой мангал имеется, столики, крючок, который для ламп. Больше ничего, все остальное привозится сами. Лео, отойди от дыма, от дыма отойди, это нехорошо стоять в дыме. Мы уезжаем. Последняя точка нашего путешествия. Еще один трейл красного цвета. Опасный, непредсказуемый. Только для проверенных путешественников. Для тех, кто обут в правильную обувь, несет на спине правильные рюкзаки, у которого правильный запас воды. И там нас в конце ждет, Женя, что? Водопад. А, нас по окончании этого трейла ждет водопад. Что, как вы понимаете, огромная награда здесь, в Техасе. Не так уж у нас много водопадов. Преодолев невероятной сложности спуск, мы это сделали. Ну, это техасский водопад. Слушай, это прекрасно. Это техасский водопад, поэтому делаете скидку, конечно. Понятно, что не Юсемити, но для Техаса очень даже неплохо. Другой водопад. Преодолев невероятной, без грибы. Можешь ли я? Ну, а светлый? Слушай, что это всё такое? Ты видишь, что бы выкачал в другую тему. Где-то в весеннике вот такие вот медленняшие, прижавцемные волночечки. Ну да, объем воды небольшой. Мужья очень японская такая. Кстати, я бы сказала, ирландская такая. Начинай! Путь наверх тоже труден и тернист, но тем интереснее. Это наконец-то не эти прилизанные американские трейлы, где вырублены ступенечки. И все написано. Смотрите, под ноги и все такое. А здесь настоящая вайлдернес! Еееей! Мы сюда обязательно еще приедем. Здесь очень круто. Похоже, что все люди из нашего лагеря сегодня здесь собрались. Фух! Не так и страшно оказалось. Я больше тебя бабушек и малолетних детей веду. Ну тут, Женя, знаешь, я перед тобой снимаю панамку. Как ты терпеливо с ними возюкаешься. Женя, а что это такое? Почему здесь воды нету? А где вода? Где вода, Женя? Я не брала. Это высохший ручей или это сточная вода? Ну да. Не то, чтобы высохший. Именно потому, что там есть водопад, здесь нет воды. Он перегородил. Может быть, в нем большая вода есть, но когда-то... Русла меняют свои эти самые... Вода меняет свое направление. Когда-то здесь, здесь... Угу. Угу. Очевидно. Ну не японский, конечно. Техасский, японский стиль. Техасский, японский стиль. Остановимся на этом. Что тут у нас? Захоронение какое-то. Домик. Ведьмовский. Я не знаю, что они тут пытались сделать. Ведьмовский домик. Угу. Кладка. Угу. Ну а что, устроить конференцию. Слет ведьм. Очень даже хорошо. Место такое, тематическое. Вот такие. Мы на конференцию. Ивент Оганайзерс. Осматриваем вашу лосенщину. Может быть, он нам подойдет. Я просто писала. Вот я вижу, там очень красивые. Ну да, Наташа же хотела устроить все американский слет ведьм. Ну если вы видите такие вот надписи и еще и колючую проволоку, то значит все очень серьезно. Значит, ну все пипец как серьезно. Писаться в километрах... Да, писаться надо начинать далеко. Вот так вот. Такая у нас тут тоже есть. Очень похоже на редрок в этом самом, в Колорадо. У нас, оказывается, тоже такое есть. Кто-то так рассчитывал, что нам на ту сторону перейти надо. Там нет дороги дальше. И там, правда, дорога! Вот, там правда дорога! вот так вот мы пришли к началу источника очень символично очень знаково висит уведомление конец тропы ходить нельзя дальше плавать нельзя ничего нельзя но это так классно вода чистейшая прохладнейшая в техасе это такая редкость естественные водоемы такой чистоты вот и заканчиваются наши чудесные выходные на абсолютно дикой природе с удовлетворением на немножко с грустью я уезжаю потому что блин это было не реально круто еще одну фишку которая не показала ну кроме того что конечно же везде цивильные организованные туалеты даже и на природе еще на всех перекрестках на всех трейлах стоят вот такие вот кулеры и вода там холодная и вкусная я думаю что они уберут из тех источников которых мы купались сегодня и даже лед и вот здесь то самое традиционное техасская ранчо огромное бесконечное до самых он тех гор простирающиеся вот так у нас техасе тоже бывает красиво техас такой большой и такой разный и в эти выходные мы хапнули еще очередной кусочек там они даже озеро есть он там ну как такое можно не любить и и и и Субтитры подогнал «Симон»